И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом, друзья мои, идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарии, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы смотрите этот эфир в прямом эфире, то, пожалуйста, напишите в чате, что вы меня видите, вы меня слышите, чтобы я увидел, что в чате идет какая-то активность. Странно, я на странице вижу, что появляются какие-то комментарии, а вот внутри, внутри трансформировано уже 12 комментариев. А внутри, а, раз, куча комментов появилась. Он чуть-чуть подтормаживает, видимо. Я, друзья, чуть-чуть приболел, поэтому, если вдруг в прямом эфире я упаду в обморок, то вы не пугайтесь и просто вызывайте скорую. Но надеюсь, что позитивная энергия ваша и поле, которое мы с вами вместе создали, оно поможет мне. Излечит меня, исцелит, потому что у нас, на самом деле, у нас сегодня сложный, сложный день, и вообще вся неделя достаточно такая сложная. У меня наложилось... Я тяну немножко время, чтобы вы все подключились, да. У нас, во-первых, сразу же после этого занятия в 2 часа здесь же пройдет первое занятие курса телесериала «Начало». И я, на самом деле, вам, даже тем из вас, кто не планирует писать сценарии, не планирует становиться сценаристом, не планирует поступать в нашу сценарную мастерскую, я вас очень прошу пройти этот курс, потому почему... Помните этот мем учительницы такая? «Мой предмет самый главный», потому что мой предмет самый главный. Рассказывание истории – это самый главный предмет. А написание сценария телесериала – это такая базовая компетенция. Поэтому на этой неделе мы с вами прям хорошо поработаем. Ну и параллельно у меня в мастерской будет предпоследнее занятие на курсе по роману. Тоже напоминаю тем, кто проходит этот курс завтра в 8 вечера. Ну и идет текущий наш курс в четверг, как всегда. Курс по написанию пьесы. Так, окей, хорошо, все подключились. Значит, смотрите, друзья, во-первых, я все вижу, я все читаю, все комментарии, фотографии, да, я все с большим интересом и удовольствием наблюдаю. И я заметил, что, ну, начинается уже какой-то немножко такой самосаботаж, да, люди там пишут, один человек, второй человек написал, что вот, типа, пропускаю домашки, пропускаю фотки. Фотки. Что делать? Друзья, ну, во-первых, что-то рано. То есть, да, у меня по поводу человеческой природы, поверьте, я этим делом занимаюсь уже очень много лет. Я первый урок в своей жизни провел в 14 лет, что было там сильно больше 30 лет назад. Поэтому я прекрасно понимаю, что какое-то, что самое большое количество участников этого курса нашего с вами годового отвалилось сразу же после первого занятия. То есть, вот никаких абсолютных иллюзий я по этому поводу не питаю. Я понимаю, что люди пришли, посмотрели, ой, тут делать что-то надо, отчеты писать, фотки делать, вот, и все. И не надо нам такой радости. И как бы, и окей, нормально. Я на самом деле встраиваю такие какие-то фильтры тоже, чтобы лишние, лишние люди как можно скорее ушли. Вот. Но следующий, следующий период какого-то такого самосаботажа я жду не сейчас, а чуть-чуть попозже, где-то через 2-3 недели. Вот. Поэтому что-то так вы рано начали. И мы с вами отдельно поговорим по этому поводу, что с этим делать, что это значит, как вести себя. Вообще, кризис – это прекрасная, прекрасная история. Я очень люблю кризисы, просто нужно понимать, как с ними обращаться. Вот. Люди очень часто, каждый раз вылетая в кризис раз за разом, да, да, очень часто бывает так, что в один и тот же кризис люди вылетают, вылетают, вылетают. Вот. И каждый раз им кажется, что это что-то новое, что человечество в их лице впервые в жизни проходит. На самом деле это совершенно не так. Просто продолжайте делать. Вот. Что делать? Если забыли, сегодня забыли, ну, сегодня забыли, завтра сделайте. Вот. А мне не нравится, как я выгляжу. Ребята, вы посмотрите на меня. Я 50-летний мужик, да, который там с утра, продрав глаза, еле-еле волочет ребенка в школу. И я делаю фотки при этом, не помыв голову, не побрившись, не причесавшись. И меня это совершенно не парит. Вот. Если это меня не парит, то почему это вас должно парить? И поверьте, на самом деле, что ничто так не украшает человека, как улыбка. То есть, ну, на самом деле не видно, не мытых волос не видно, я, ну, как бы, есть, наверное, люди, которые смотрят такие, о-о-о-о, голову не помыл. Или, а-а-а, там, у нее глаза не накрашены. А вот, на самом деле, видишь улыбку и, как бы, только ее и видишь. А вот, поэтому не стесняйтесь. И важно то, чтобы это вошло у вас в привычку. То есть, наша задача строить это в привычку. Вот. И дальше, когда это будет встраиваться в привычку, вы даже не заметите, да, то есть не будет происходить каких-то быстрых изменений, да. Но постепенно, постепенно вы будете замечать, что в каких-то ситуациях, где вы, может быть, там, вспылили бы, начали бы ругаться, начали бы жаловаться, там, ну, вели бы себя немножко по-другому, да, вы вдруг начнете, там, пожав плечами, говорить, ну, прикольно. Прикольно ты, тролль, в интернете меня обложил. Ну, на тебе бан. Вот надо, я сердечком лайкну твой коммент и забаню тебя. Вот, то есть вы не будете, как бы, ну, вы будете реагировать реально по-другому, и вы чувствуете себя будете по-другому. Поэтому вот делайте это. Ну, а параллельно, да, то есть, как я уже говорил, да, что это работающее вещество нашего тренинга, это вот эти домашние задания. Ну, это не совсем так, потому что то, что мы делаем на остальном тренинге, это тоже работающее вещество. И просто эмоционально вот это подпиткой, да, то есть это как бы мы создаем поле вот этими фоточками своими, да, то есть вы для себя фоткаетесь, но вы их фоткаетесь для других. Потому что для меня это огромный кайф, когда я приезжаю, ребенка в школу привожу и стоим мы там на качеле, у нас ритуал, мы там 5 минут качаемся на качеле перед уроками. Он качается, и я смотрю фотки ваши. Вот, я заряжаюсь, я себя фоткаю, отправляю и ваши фотки просматриваю, лайкаю, тоже точно так же заряжаю, да, то есть это некий такой энергообмен. Вот, но помимо этого мы с вами, наша задача переустроить вашу жизнь, да, то есть чтобы там, где есть что-то, что надо переустроить, мы переустроим. Вот, и коль скоро у вас есть потребность в этом курсе, что вы сюда пришли, значит очевидно, что там есть что переустроить. Ну, на самом деле в любой жизни всегда есть, всегда есть что-то, что можно улучшить. Окей, хорошо. Мы продолжаем с вами, продолжаем говорить о целях. Уже четвертое занятие мы с вами говорим о целях. И это на самом деле одна из самых, как бы, ну, такая фундаментальная вещь, я вам про это каждый раз напоминаю. Вот, и я понимаю, что может быть у вас еще к четвертому занятию еще нет цели, не сформулирована цель. Может быть даже на год еще не сформулирована. Более того, вполне может быть, что эта цель вы сформулируете только через год, через два, через три, это тоже нормально. Потому что это одна из тех вещей, которые очень часто находятся в, ну, в такой какой-то в мертвой зоне. Да, что-то, что мы не видим, не понимаем. Ну, вот наша задача с вами, и вообще задача любого коучинга, на самом деле, именно вытащить что-то, что находится в этой слепой зоне. Вытащить и показать. Ну, вот. А когда вы понимаете, дальше вы уже знаете, что с этим делать. Ну, и вот сегодняшняя тема, она тоже такая довольно сложная и не несущая какого-то непосредственного профита. То есть, это не будет так, что вот мы сегодня что-то сделаем, но у вас сразу же завтра же что-то изменится. Есть такие быстрые техники, о них мы там чуть позже поговорим на следующих занятиях. Но через эту тему нужно пройти для того, чтобы лучше понимать, что и почему происходит в вашей жизни. И что с этим делать. И мы будем говорить в целом о стратегии жизни. Мы сегодня начнем этот разговор о стратегии жизни. Потом, через некоторое время, когда у вас уложатся обломки, значит, мы еще раз вернемся к ней и еще поговорим через несколько недель. Но мы будем говорить о том, как нужно планировать свою жизнь и какие задачи нужно ставить и решать, и в каком возрасте. Люди очень часто проживают свою жизнь так, как будто у них есть еще несколько жизней в запасе. Это очень странно, но на самом деле я вам об этом говорил. Мы свою жизнь проживаем один раз. И у нас нет возможности прожить начеркнуто и потом еще раз прожить задавок. И в итоге люди тратят годы на какие-то бесплодные усилия или на то, чтобы повторять то, что уже пройдено давно. Или то, что они могли бы посмотреть у других и сказать, ага, вот что надо было делать, оказывается, дай-ка я это сделаю и получу результат. И идти дальше спокойно. И в конце жизни люди вдруг оказываются банкротами и в финансовом, и в стратегическом смысле. Или вдруг такое тоже я видел. Вдруг люди ударяются во все тяжкие, стараясь судорожно наверстать упущенное. И вот для того, чтобы выстроить какую-то работающую стратегию, нужно понимать, а как вообще меняется человек с возрастом. То есть, что у человека с возрастом в жизни происходит. Есть несколько возрастных периодизаций, может быть, вы про них слышали, может быть, нет. Я так быстренько пробегу по ним, прежде чем расскажу, как на самом деле дела обстоят. Значит, есть возрастная периодизация Пиаже. Насколько мне известно, это там типа либо первая, либо одна из первых периодизаций, которые так более или менее сознательно были сделаны. Конечно, есть еще там античные вот эти все, аристотелевские все эти периодизации. Но там уже совсем мы туда, в эту сторону не пойдем. Пиаже, как бы его фокус внимания – это развитие интеллекта. И он считал, что первое – это от рождения до полутора, до двух лет – это сенсомоторный интеллект. Дальше с двух до четырех лет – развитие символического допонятийного мышления. С четырех до семи-восьми – образование интуитивного наглядного мышления. С семи до одиннадцати – формирование конкретных операций. И с одиннадцати – двенадцати – и типа там до семнадцати – восемнадцати – весь юношеский период выработка формального мышления. Я не буду эти периодизации вам давать. То есть, если вам интересно в это углубиться, найдите, посмотрите возрастная периодизация Пиаже. Есть периодизация Выгодского, которого вы называете Выгодским, он на самом деле Выгодский. Есть периодизация Эль Конина. Иногда ее называют периодизацией Выгодского Эль Конина. На самом деле там две периодизации, но они плюс-минус более или менее одинаковые. Тоже, если интересно, найдите, посмотрите. И в этих периодизациях меня не устраивает прежде всего то, что там оценивается в первую очередь физическое развитие. И выдвигается такой очень странный тезис, что оно заканчивается к семнадцати годах. Это неправда. Человек свое развитие в семнадцать лет не заканчивает. И реальность, данная нам в ощущении, она этого не подтвердает. Наверняка, если вы оглянетесь назад, вы вспомните, что после семнадцати лет в вашей жизни тоже много чего интересного происходило и менялось. Не было так, что в семнадцать лет вы законченный человек, и все. И дальше только новые слова, грубо говоря, узнаете. На самом деле нет. Развитие продолжается. И более-менее похоже на что-то такое, да, это возрастная периодизация Эрика Эриксон. Тоже, если интересно, найдете ее. Посмотрите, если вдруг зачем-нибудь вы хотите ее иметь перед глазами. Я ее вкратце скажу. Первое. До года орально-сенсорное младенчество. От года до трех мышечно-анальное раннее детство. С трех до шести локомоторно-генитальное дошкольный возраст. С шести до двенадцати латентное школьный возраст. С двенадцати до двадцати подростковое. Юность с двадцати до двадцати пяти – ранняя зрелость, молодость. С двадцати шести до шестидесяти четырех – средняя зрелость. С шестидесяти до шестидесяти пяти. И до смерти – поздняя зрелость, старость. Вот такая восемь пунктов. Чем они меня не устраивают? Прежде всего тем, что человек в этих периодизациях рассматривается как биологическое существо. Не учитывается что? Не учитывается социальная природа человека. То есть человек существует только как часть общества и никак иначе. Помните у Гоголя? Весь ли человек принадлежит обществу? Нет-не-весь, 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 нет-не-весь. В игроках Гоголя человек весь принадлежит обществу. То есть то в человеке, что обществу не принадлежит, не является человеком. То есть все, что делает человека человеком, принадлежит обществу. Только в обществе человек может реализоваться. И, соответственно, если учитывать существование человека в обществе, можно обнаружить какие-то очень странные и интересные аномалии. Например, первая очевидная аномалия. Если вы женщина, то может оказаться, что в самую продуктивную часть жизни вы на 10 лет выключаетесь из общества вообще. И сидите в заперти, и необязательно это служит саморазвитию. Да, то есть мы не можем этот факт игнорировать. Нам надо этот факт каким-то образом учитывать. И, соответственно, если общество вообще собирается каким-то образом 50% своей популяции не терять, значит нужно искать какой-то способ, чтобы женщины, выключаясь на время рождения ребенка, они оставались частью этого общества. Есть разные способы этого решения. Я думаю, что решение может быть только комплексным. Не должно быть такого, что мы решаем так. Родили ребенка, неделю дома посидели, дальше ребенок въясни, а ты обратно на работу возвращайся. То есть кому-то и это подойдет. Кому-то это не подойдет. Кто-то скажет, я хочу сидеть до 10 лет, хочу сидеть с ним заниматься. И окей, это тоже должно быть вариантом, но при этом опять же человек должен иметь возможность общаться с людьми, учиться, развиваться и так далее. А люди, которые занимаются возрастной периодизацией, они, например, вот такой вот факт, они вообще попросту игнорируют. Как будто нет такого. Женщины не рожают, не сидят дома. Это пипец как странно. Хорошо, идем дальше. Помимо этого, да, конечно, люди более или менее в основном, я не скажу одинаковые, но похожи друг на друга. Но есть люди, что называют, но они не одинаковые. Даже в том, как они проживают свою жизнь, есть люди, что называются жаворонки, есть люди, что называются совы. Например, ну вот, скажем, поэт Артюр Рэмбо, который в 13-14 лет стал писать сразу же на уровне большого классного поэта и в 21 год полностью закончил писать. То есть в 21 год он закончил писать литературные тексты. Прожил еще после этого до 37 лет и умер, не написав ни строчки. Торговал там, ну так как, официально говорят, официальный миф гласит, что он рабами торговал, на самом деле там что-то, какао торговал, еще чем-то. Вот. Рэймон Редиге, тоже рано умер парень, да, там тоже первый роман «Бец в крови» написал, по-моему, в 16, что ли, лет. Очень, как бы, вот сразу, человек вот только что родился, да, подросток еще, пишет готовый роман на сразу же на очень высоком профессиональном уровне. А есть люди, которые только к 40-50 годам вообще хоть что-то начинают понимать. Да, я, ну, я говорю про писателей, потому что, ну, мне это ближе, я как-то и биографии больше знаю, да, например, Хулио Картасар, который первый рассказ, первый, который он счел достойным публикацией, рассказ «Захваченный дом», он написал, по-моему, то ли в 34, то ли в 36 лет. То есть это, ну, в общем-то, преклонный возраст достаточно записать. Очень многие в это время уже заканчивали. Да, то есть есть люди, которые сразу же, вот только родился, уже готовый человек и может уже работать по специальности, что называется. А есть люди, которые долго-долго-долго созревают, созревают, созревают и вот созрели, в конце концов. А вот, кстати, интересно, друзья мои, а вот вы, как вы думаете, вы скорее жаворонок или скорее сова? Ну, не в смысле жаворонок-сова, там, рано встает, поздно встает, а вот в смысле жизненной стратегии. То есть вы скорее быстро созрели и сразу же поняли, что к чему в вашей жизни, либо вы зреете медленно. Вот кто-то жаворонок есть, да, а кто-то сова. Совища 100%. Это важно, чтобы вы понимали, что это нормально. Да, есть люди, которые, кстати, сценарное мастерство в этом смысле, почему мне нравится именно драматургия и сценарное мастерство, потому что я много раз объяснял это, и у меня пост был где-то там с неделю назад, что сценаристика – это работа для сов. Сценаристика – это, ну, творческая деятельность для сов. Вот поэдия, например, да, там, ну, разовые какие-то есть случаи, когда поэт писал хорошие, качественные стихи условно в 70-80 лет. Их там, типа, не знаю, два там. Фед у нас и Гёте у немцев. Не знаю, у англичан были ли такие примерки. Теннисон, да. Да, но скорее обратная ситуация, да, когда, там, ну, не знаю, в 19 лет он уже писал на супер уровне. В 21 он уже все, это был поэт номер один после смерти Пушкина, да, начиная со стихотворения «Смерть поэта», да, он был очевидно поэтом номер один в стране. И в драматургии очень часто люди, драматургические тексты более-менее, которые как-то можно ставить, начинают писать только годам к сорокам, как Бернард Шоу, например, или Тонино Гуэра. Да, и очень часто бывает так, что люди начинают с поэзии, например, потом пишут прозы и потом в конце жизни приходят драматургии. Так, «Сова», если моя первая книга вышла в мои 52 года. И это совершенно нормально. Кстати говоря, вот общество, оно сейчас, оно всегда как-то очень любило молодых, и оно вот чем дальше, тем более спокойно относится к людям возрастным. Так, хорошо, есть. Да, так вот, ни одна из этих периодизаций, которые я перечислил, она не учитывает целей человека в периоде. То есть, что человек должен делать, что человек должен достигать в том или ином периоде. Если так, то непонятно, зачем вообще делать эти периодизации. То есть, если мы создаем стратегию, создаем стратегию жизни, как можно создавать стратегию жизни, не зная целей? Потому что основа любой стратегии – это цель, чего вы хотите добиться, что вы хотите получить. И вот эта моя система, которую я вам сегодня расскажу, да, она, конечно, условно, она приблизительно, как и всей системы. Как я вам уже говорил, мне 49 лет, поэтому все, что после 49 лет – это мои гипотезы. Да, то есть, я предполагаю, изучив большое количество биографии разных людей, да, я предполагаю, что там будет вот так. Потому что я в этом возрасте еще не жил. Я жил только до 49 лет. Рассматриваю я шаг примерно в 7 лет, опять же, опираясь прежде всего на собственный жизненный опыт до настоящего времени. И опираясь на опыт других людей, да, чьи биографии, я там, большое количество биографий разных людей я изучал. Итак, вот она периодизация Молчанова в зависимости от целей каждого периода. Я вам текст этой периодизации, наверное, Алеша Внуков сделает и выложит, поэтому вот там возьмете. Значит, периодизация. С одного года, ну, с нуля до семи лет. Какова цель человека? Выжить. То есть, человек должен в этом возрасте, его главная задача – не умереть. И если он с этой задачей справляется, да, то есть мы от ребенка до семи лет, у нас ожидания очень невысокие. Если он жив, то уже, слава богу. Если он пописал, покакал, то все, мы счастливы. Вот. Потому что это что? Это показатель того, что ребенок живой. Дальше. С 7 до 14 лет. Задача. Задача – научиться всему, что знают и умеют взрослые. То есть, в этом возрасте человек что делает? Он учится быть похожим на других. Он смотрит на то, как ведут себя другие, и ведет себя точно так же. Он мимикрирует под других. Зеркальные нейроны работают на полную катушку. Мы смотрим, ага, родители матом ругаются, да, мы тоже будем матом ругаться. Папа курит, да, значит, я тоже буду курить. Вот мы копируем всех других людей до 14 лет. Примерно, опять же, да. И, как я говорил, это все очень приблизительно. У кого-то может быстрее пройти, у кого-то медленнее. И к 14 годам, как правило, человек уже более или менее знает все, что знают взрослые. И может мимикрировать под взрослого. То есть, он может притвориться взрослым. С 14 до 21 года. Что начинается дальше? Дальше начинается сепарация. То есть, с 14 лет, кто-то раньше, кто-то позже, человек начинает стараться освободиться от влияния ближайших взрослых. То есть, он начинает учиться быть отличным от других. Если до 14 лет человек смотрит на кого-то и говорит, я хочу быть таким, как ты, и я буду таким, как ты. Буду делать то же, что делаешь ты. В 14 лет начинается обратная реакция. Я смотрю, какой ты, и я хочу быть не таким, как ты. Я хочу быть другим. И вот в это время цель человека – сепарироваться, научиться сепарироваться. То есть, выработать методологию сепарирования. Кто-то через одежду самоутверждается, кто-то через деятельность свою. То есть, все по-разному. И вот в это время начинается выбор направления движения. В это время люди начинают перебирать направление, начинают пробовать что-то новое. И здесь очень интересная штука, потому что вот в этом возрасте, с 14 до 21, почему-то, да, ну, тоже понятно, почему на самом деле, да, потому что мы с вами зацепили немножко, как какая-то часть нашей жизни, мы жили в индустриальном обществе. И индустриальное общество, да, оно человека рассматривало как, ну, собственно, некую единицу, некое приложение к предприятию, на котором человек работает. И поэтому от человека требовалась, требовалась очень быстрая вспышка романтики, да, то есть человек должен, помните это, да, романтика трудного поиска, человек должен был отрастить длинные волосы, взять гитару, уйти из семьи, причем это прям действительно так. И там на примере наших родителей, например, это очень хорошо видно. У меня оба моих родителя, и мама, и папа ушли из дома в 14 лет. Мама уехала работать киномехаником в соседний поселок, а папа в 14 лет уехал учиться в Суворовское училище, поступать в Суворовское училище. И, кстати, с нынешним этим самым, с нынешним командиром генштаба они вместе учились в этом Суворовском училище, с Герасием. И, да, то есть, вот одно действие – покинуть свой родной дом, поехать куда-то, и дальше нужно снять свои крылья, поставить его за дверь, да, постричь волосы, убрать гитару на антресоль, и дальше с одной записью в трудовой книжке работать на этом заводе. Да, вот это не чисто советская фишка, это чисто индустриальная фишка, потому что индустриализация была везде абсолютно. И в Индии, и в Советском Союзе, и в Америке она везде была одинаковая, и требования общества были одинаковые. То есть, человек должен бросить свою семью, отлепиться от своей семьи и прилепиться к своему предприятию. Но сейчас этого не требуется. У нас сейчас постиндустриальное время, да, то есть, общество не настолько… То есть, если бы, поверьте, если бы обществу было надо, оно бы у вас не спрашивало, вы бы это делали как миленькие. Вот, сейчас нам кажется, о, мы сейчас такие умные и независимые. Да ничего подобного. Вам просто разрешают быть умными и независимыми, потому что государству это не надо. Государствам это не надо. Давайте так, Левиафан это не надо. Так вот, на самом деле, да, и требовалось, там интересная очень штука, да, то есть, было какое-то давление общества в том смысле, что там к 17 годам ты должен знать, чем ты будешь заниматься. То есть, в 17 лет от человека требовалось сделать главный выбор в его жизни, куда он пойдет учиться, в какой вуз. А по-хорошему он должен знать это еще раньше, чтобы начать готовиться. Да, бывают случаи, когда там человек достаточно рано это понимает, да, то есть, я, например, там, типа, ну, за два года до окончания школы я уже точно знал, что я буду учиться на филологическом факультете. И там уже просто, ну, какие-то варианты были. То есть, я там, конечно, хотел учиться на классической филологии в ЛГУ, изучать греков и римлян, но пришлось мне учиться в Вологодском педоуниверситете, что тоже, как оказалось, неплохо. Но, тем не менее, да, вот это очень странно, что мы от человека в это время требуем выбора. Он не может, он просто не может в это время, в большинстве, да, есть люди, которые сразу про себя все знают. А давайте так, мы проведем небольшой эксперимент. Напишите сейчас в комментах, знали ли вы в 17 лет, что является вашим призванием? Хотя бы направление, хотя бы направление. И учились ли вы, когда вы поступали в институт, поступали ли вы в выбор вуза или техникума, был ли он связан вот с этим вашим призванием, как вы его понимали? Так, Анна, да, Мария, нет, Ирина, нет, Елена, нет, вообще нет, Елена, не, знала, но меня переубедили, я поверила, Константин, нет, Нурия, нет, Надежда, нет, Мара Лайк Тед, видимо, нет. Вот бывает, да, вот Светлана пишет, я 7 лет знала, что буду медиком, теперь уже стаж 34 года в медицине. Такое может быть, да, то есть я там 6 лет уже, 6 лет, когда написал первое стихотворение, я уже понимал, что я так или иначе буду иметь какое-то отношение к литературе, да, то есть что я буду писать. Кто-то до сих пор, вот Ирина пишет, до сих пор не знаю. Так, вот смотрите, что мы видим, да, какое-то количество участников пишет, что нет, не знали, какое-то количество участников пишет, что да, какое-то количество участников пишет, что я думал или думала, что вот так, а потом оказалось, что нет. Кто-то пишет, что я вообще не знаю. О чем это говорит? О том, что у всех по-разному, да, что здесь нет такого, что вот должно быть вот так вот. И типа я буду делать вот так. А вот, а что делать? Как найти правильное направление движения? Да перебирая, перебором. То есть задача сделать так, чтобы вы смогли пробовать какие-то разные варианты и понимать туда или не туда. И желательно так, чтобы пробовать эти варианты, чтобы это не разрушило вашу жизнь. Потому что меня, опять же, я там ретроспективно оглядываясь назад, я понимаю, что я свою жизнь мог уничтожить полностью несколько раз. Потому что мне так хотелось, так я торопился в жизнь вступить, и так мне хотелось скорее вырваться из этой сямжи, да, что я после восьмого класса, я поступал, хотел поступить в Архангельское электротехническое училище по одной единственной причине, что там учился Дмитрий Левякин из группы «Калинов мост». Да, я был просто фанатом рок-музыки, страстным. И вот мне казалось, что если Левякин там учился, наверное, я могу там учиться. И я подал туда уже документы, забрал документы из школы и за неделю до экзаменов заболел желтухой. То есть Господь Бог был вынужден вмешаться и вручную просто меня оттуда выдернуть из этого училища. И мой одноклассник Мишка Аристофон уехал, поступил, сбежал оттуда и так и не закончил это дело. Так и остался без среднего образования. А я вернулся в школу. И потом, через какое-то время, через уже там в ноябре, по-моему, месяце, меня еще раз с толку сбил там один парень, и я поехал в Кирилловское культпросветучилище в середине учебного года. Меня тоже в голову стукнуло. Даже это был, по-моему, декабрь уже, начало декабря. Я поступил туда, забрал документы, поступил, уговорил, через неделю сбежал. Я понял, что нет. И слава тебе Господи, директор наш меня вернул обратно в школу. То есть все учителя были против того, чтобы меня вернуть обратно в школу. Директор сказал, он будет учиться, закончить школу. За что ему, конечно, за Госкину нашему земной поклон. Вот. И да, желательно, конечно, и это был страшный риск. То есть если бы не он, опять же, прямое вмешательство, что называется, руки судьбы, то не получил бы высшее образование. И ничего бы того, что у меня было бы дальше, ничего бы этого не было. Поэтому перебирать направление и стараться безопасно. Это все сделать максимально безопасно. Дальше. С 21 по 21 год. 21 по 28 лет. Цель. Найти свою вставу. Найти своих. Причем в некоторых случаях это не просто найти своих, а создание методологии нахождения своих. Да, то есть мы обучаемся коммуникации. И может статься так, что вот там, где вы будете, например, я там с 20 до 28, я жил в Вологде. И в 20, по-моему, в 6 я уехал в Москву. И, соответственно, у меня задача была. Сначала я в Сианже нашел своих, сформировал какой-то комьюнити. Потом в Вологде опять же нашел своих. Я начинал в Вологде вообще с окраины, с бандитов, с общения, какие-то абсолютные подонки общества. И закончил офисом, редакционным офисом в центре города, общаясь с актерами, режиссерами, журналистами, радиоведущими и так далее, и так далее. То есть элитой города. За несколько лет, за 10 лет. То есть это обучение коммуникации. И учиться настаивать на своем. Учиться быть старшим в чем-то. Учиться быть главным. А самое главное – научиться сознательно выбирать учителя, а не брать то, что дают. То есть и научиться у учителя опять же брать то, что надо, а не все, что он дает. То есть научиться критически относиться ко всему, чему человека кто бы то ни было учит. Ну и сделать первые шаги в выбранном направлении. То есть перебором выбирается направление и какие-то первые шаги в этом направлении должны быть сделаны. Ну в моем случае я написал роман, издал, начал рассказы писать, публиковать и так далее. Дальше следующее. С 28 по 35 лет. Построить финансовое благополучие. Научиться зарабатывать деньги. То есть создать себе тыл. Условно в этом возрасте человек должен купить квартиру, создать сбережения, выплатить ипотеку. И может быть даже не обязательно найти работу стабильную, но опять же создать методологию нахождения работы. Потому что, например, когда я только-только приехал в Москву, это там мало кто из вас помнит, но это был такой период гребаной цепи. Звенья, это все звенья гребаной цепи, когда издания закрывались одно за другим. На самом деле не из политических соображений, а менялось просто потребление информации. И газеты становились, то есть, условно говоря, там какой-нибудь впереди на 90-х у газеты в Вологде тираж был, у нашей газеты, в которой я работал, тираж был 170, по-моему, 8 тысяч экземпляров. Это очень много, безумно много. Там в два раза больше, чем газета «Коммерсант». Вся область читала газеты. А когда я уезжал, там тираж был 20 тысяч. И в Москве в это время как раз проходило переформатирование рынка изданий. То есть, газетные издания, бумажные издания постепенно закрывались, маргинализировались, соответственно, переходили из рук в руки многократно, а интернет рос, 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 со страшной силой рос. И задача была, то есть, здесь не было такого, что ты нашел работу какую-то, и ты думаешь, ну все, теперь я здесь просижу до пенсии. Да ничего подобного. То есть, я устраивался на какую-то работу, и я понимал, что вот сейчас она есть, эта работа, через три месяца эту газету могут закрыть. И, соответственно, там, правило было такое, что я начинал новую работу искать в тот день, когда выходил на новую работу. То есть, отрабатывалась методология. А потом дальше сценарная работа пошла. Там вообще другая история совершенно. То есть, там могло быть так, что утром у меня три проекта, вечером у меня ни одного проекта. Завтра у меня опять три проекта. Это другие три проекта. Вот. Поэтому управление этими проектами, финансовая самодисциплина, там, и так далее, когда ты можешь, например, у меня был год, когда я получил, я не помню, какой это точно год был, когда я получил один гонорар, правда большой, там, типа, 2 миллиона рублей, но это был единственный гонорар за год. То есть, вот, нет денег, потом я получаю 2 миллиона рублей и больше никаких денег нет. Вот, был такой, была такая ситуация. А мог бы и не получить и их. То есть, там, настолько это все было нестабильно. Но, тем не менее, через какое-то время я научился и деньгами управлять, и научился доходами управлять, и выбирать проекты, и так далее, и так далее. Вот, к 35 годам человек должен свое финансовое благополучие построить. Дальше. С 35 до 42 лет что нужно сделать? Нужно определиться со своей темой и достичь вершины мастерства. И именно здесь, именно в это время очень часто происходит смена темы. то есть, вот это тот самый, тот самый кризис среднего возраста, тот самый перевал в середине пути, если интересно, да, почитайте. Там, не помню, кто, Холлис, по-моему, про это писал. Да, то есть, когда человек, там, какие-то заложенные в него программы он отработал, то, что родители направление дали, да, то окружение дало, да, и он начинает понимать, он там как-то свою жизнь обустроил, и у него вдруг появилось время, да, то есть человек бежал, 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 ипотеку выплачивал, было ни до чего. Выплатил, детей там поднял, оглядываешься такой, стоп, а чем ли я занимаюсь, ни хернё ли я занимаюсь, вот хочу я попробовать что-то другое сделать. Да, и здесь происходит смена темы, да, то есть, когда человек понимает, например, что дело навязало окружение. Помните, у Конфуции, конечно же, вы помните, да, как Конфуции говорил, что после смерти отца мужчина должен 3 года еще продолжать его дело. Да, вот мой отец был журналистом, мама тоже была журналисткой, она на радио работала, да, и я там до 35 лет я продолжал оставаться журналистом. То есть, я журналистом оставался до последнего, уже работая сценаристом, да, и вот уже там в какой-то момент, когда там на первый канал меня позвали шоураннером, вот тогда уже все, я уже не мог, не пришлось уйти из газеты. И мне нравилась журналистика, да, но это была не моя тема, это была тема папина, папина-мамина. Дальше, что человек выбрал какое-то дело только потому, что это дело приносит деньги. Или, что человек вдруг понимает, что он хочет заниматься чем-то другим. Вот, понимает, что все, как бы, что он делал до этого, ему больше не нравится. Он хочет делать что-то другое. И вот здесь надо быть очень осторожным при смене занятия. Почему? Потому что, когда мы находимся внутри своего занятия, давайте так. Я задам вам вопрос. Была ли у кого-нибудь из вас такая мысль, что хочется полностью сменить направление, заниматься чем-то вообще другим? Вот, бывало ли у вас такая мысль? А вот, Дарья пишет, я вуз выбрала, потому что близко от дома. Да, такое тоже бывает. Да, кто-то выбирает, допустим, вуз какой-то, потому что в него там легко поступить, скажем, маленький конкурс. Да, вот у кого-то бывает. Да, у кого-то нет, не бывает. Вот уже по-разному бывает. Вот, какая здесь есть опасность? Да, то есть, это тоже вообще прям отдельной большой темы, вот эта смена направления. Может быть, я даже сделаю отдельное занятие как-то по этому поводу. Нужна техника безопасности определенная. Вот смотрите, когда вы сидите в своем деле, вот занимаетесь тем, чем вы занимаетесь. Например, я занимаюсь журналистикой, и я знаю, что журналистика, я, поверьте, был не самым херовым редактором в этой стране. В 30 лет я стал главным редактором журнала «Новый крокодил». Потом был шеф-редактором газеты «Метро». Потом был шеф-редактором газеты «Взгляд». Работал в изданиях первого ряда. Что для человека из деревни, не обладающего никакими абсолютно связями, то есть, я приехал в Москву в 2001 году в осени. В 2005 я был главным редактором журнала «Новый крокодил». Без всяких знакомств, без всяких связей. И в редакции все знают. То есть, я могу, когда у меня было собеседование с Олей Желановой в газете «Метро» на должность шеф-редактора, мы с ней разговариваем, но я и спрошу, а что у вас тут то, а что сё, какой график, какой сё. Она сидит, слушает, слушает, так он такой, слушает, ты задаешь очень правильные вопросы. Я говорю, «Оля, я газетный, но я действительно, я вырос в газете, то есть я в редакции там с пяти лет, вот, и ты можешь мне завидать глаза, и я говорю, выйду и скажу, вот тут у тебя кулер, вот тут у тебя корректура, вот тут у тебя верстка, и сразу скажу, что у тебя, где там какие проблемы, почему вы ночами сидите, где у вас узкое место». Это действительно, кстати, так, они сидели ночами, и через неделю после того, как я стал шеф-редактором, они перестали сидеть ночами. То есть я знал это дело очень хорошо, но при этом я четко знал, что там есть вот такая проблема, есть такая проблема, есть всякая проблема, есть вот такая проблема, да, то есть там очень много было вещей, которые мне лично не нравились. Но в числе прочего, там очень небольшие деньги. то есть даже там шеф-редактор зарабатывает какие-то совсем небольшие деньги, то есть когда я стал сценаристом, у меня там вертикально доход вырос, намного больше. Вот, а мне нужны были деньги, чтобы квартиру покупать там и так далее. И вот ты смотришь, и когда ты сидишь в своем деле, ты видишь, постепенно у тебя накапливается негатив, и ты начинаешь видеть только негатив. И ты смотришь на другое дело, а в другом деле ты видишь только позитив. То есть ты негатива не видишь. И тебе кажется, что вот я сейчас не знаю, там, журналист, и мне очень хреново, я несчастен. А вот он, не знаю, там, таролог, и это так классно. Вот я хочу быть тарологом. Да, то есть, а вы не даны недостатков этого, этого занятия не знаем, а их дофига и больше. И человек начинает осваивать новые занятия, да, то есть происходит такую перезагрузку, да, и в итоге становится несчастным, да, тратит еще кучу времени, денег и сил на это, да, и потом, очень часто, кстати, с инфобизнесом такое бывает, то есть люди такие, о, коучи, как классно быть коучем, я хочу быть коучем, я хочу быть психологом, да, и человек идет туда, обжигается, и через год такой, типа, ой, ужас, я все, я выгорел полностью, дайте-ка я снова на работу устроюсь. Вот, должна быть техника безопасности, да, то есть, во-первых, нужно найти способ попробовать вот это что-то новое, не теряя свое место работы, да, то есть дополнительно, во-вторых, выбирая тему, желательно брать тему, которая смежная с вами, да, то есть не полностью менять, а что-то, чтобы рядом был, то есть, например, сценаристика, она, ну, довольно близка журналистике, и, в общем-то, там, какие-то проекты первые, которые я делал, они были, ну, абсолютно смежные с тем, что я делал на работе, да, то есть я работал сценаристом, работал редактором в «Крокодиле», и писал для Угольникова, для Фитиля, писал короткометражки, осваивал потихоньку сценарное мастерство, то есть занимался, по сути, той же самой работой, но осваивал что-то новое, да, и не, не рисковал, да, то есть не так, что сразу же ушел, и все, я ухожу, и буду только этим заниматься. Был такой момент, когда, когда я ушел, как раз таки, из газеты «Метро», писать сериал «Детективы», но в итоге мне все равно пришлось после этого вернуться на какое-то время в газету, для того, чтобы во ВГИКе отучиться, да, то есть искать какой-то вариант, безопасно попробовать, безопасно потестировать, да, то есть не сразу ухнуть туда с головой, да, вот Ольга пишет, очень хорошее замечание, мой коллега называл это ездой на велосипеде по чужим огородам, когда вся эта огородная пастораль кажется сплошным кайфом, да, поэтому это очень-очень осторожно надо к этим, сменам темы обращаться, и желательно, чтобы вот эта новая тема, да, она была все-таки, чтобы вы не полностью обнуляли свою предыдущую жизнь, а чтобы вы новое дело добавили к тому, чем вы занимались до этого. Дальше, 42, возраст 42 до 49 лет, служить людям, то есть я считаю, что общество в вас вкладывается, общество вас учит, общество вас лечит, общество вам дает все, да, делает вас человеком, и дальше ваша задача служить людям, 42 до 49 лет, это расцвет. Дальше, 49 лет до 56, передавать свой опыт, да, то есть дальше начинать учиться, передавать, делиться тем, что вы узнали, да, то есть кульминация, как правило, вот она здесь, 42 до 49, возможно, кстати, вот мне сейчас 49 лет, я тоже там какие-то переосмысления свои делаю, да, и корректирую какие-то планы дальнейшие, вот возможно, я дальше буду не просто учить писать, да, а буду учить-учить, то есть выходить, буду учить-учить писать, то есть учить людей, которые будут учить других людей писать, да, то есть расширять и влияние свое, расширять таким образом, ну, и там, свои-свои какие-то жизненные цели, поставленные мной, большие жизненные цели осуществлять. Это с 49 до 56. Дальше, с 56 до 64 задача человека научиться быть счастливым, то есть в это время нужно научиться гармонизировать всю свою деятельность, то есть до, это не значит, что нельзя быть счастливым до этого возраста, я думаю, что можно, и если у человека есть цель и он к этой цели идет, он будет счастлив и в 20 лет, и в 30 лет, и в 40 лет. Более того, вот это само оценку «я был счастлив», ее мы можем только ретроскоптивно поставить. то есть если опять же я вспоминаю свое состояние в моменте, я понимаю, например, живя всем же последние два года, у меня был календарик, в котором я отмечал, сколько дней осталось до того, как я уеду. То есть я был несчастен абсолютно и в то же время я был абсолютно счастлив. то есть я всю жизнь возвращаюсь снова и снова туда в это время и понимаю, что вот там-то и было счастье, потому что я четко знал свои цели, я шел к своим целям, и это была очень эмоционально наполненная жизнь. Или 90-е годы, годы лютой борьбы за выживание, это было для меня опять же очень такое остросчастливое время. Вот. А дальше стимулов для счастья их становится все меньше. То есть вроде как уже и за девушками не подъедаешь, да, и уже и алкоголь, похмелье, да, то есть какие-то радости, которые, то, что раньше приносило радость, оно приносит радости все меньше и меньше. И надо научиться быть счастливым, что называется, как бы счастливым самому по себе. Без каких-то сопутствующих сопутствующих людей, вещей, дел и так далее, и так далее. Да, то есть вот я думаю, да, вот то, что дальше, дальше мои гипотезы начинаются. Да, я предполагаю, что с 56 до 64 цель человека это научиться быть счастливым. Дальше. с 64 до 70 цель человека освободиться от всех обязательств по отношению к людям. То есть, ну, это не значит, что пинуть всех, да, а выполнить все обязательства по отношению ко всем людям. То есть, к этому времени все долги нужно закрыть. Дальше. с 70 до 77 освободиться от обязательств по отношению к себе. Да, то есть, все, что вы себе обещали сделать в своей жизни, да, вот к этому возрасту нужно выполнить. Потому что дальше у вас уже времени на это не будет. Дальше. с 77 до 85 освободиться от обязательств по отношению к Богу. Давайте оговоримся, что когда я говорю Бог, если вы религиозны, то в религиозном смысле, если вы не религиозны, то по отношению к, не знаю, дау, пути, вселенной, да, по отношению к тому, чему-то большему, что больше вас. Так, некой системе, которая больше вас. Ну, проще, мне проще сформулировать, как обязательство по отношению к Богу. Что называется, как там, помните, да, ваше величество, я не нуждался в этой гипотезе. Да, то есть, если вам удобнее использовать эту гипотезу, да, то, мне кажется, она достаточно удобная. Если нет, то найдите какую-нибудь другую гипотезу. с 85-ти до 92-х выжить цель, так же, как с нуля до 7 лет, цель выжить от 85-ти до 92-х, по большому счету, если вы утром проснулись и вы живы, то уже отлично. А, то есть, здесь цель жить. И с 92-х до стольки, сколько будет, перейти в бессмертие. То есть, можно сказать, что здесь задача умереть, но мне она не нравится. Я считаю, что цель человека в том или ином виде обрести бессмерти. Либо в своих детях, либо в своих творениях, да, то есть, создать что-то. Тель каждого человека, создать что-то, что его переживет. Да, его дела, его слова. Ну, у нас, мы с вами писатели, да, у нас слова, это и есть наши тела. Соответственно, значит, для нас перейти в бессмертие, это значит, собственно, оставить какое-то наследие и дальше достойно достойно идти дальше. Вот, собственно, вся, вся периодизация. Давайте я быстренько ее еще раз пробегу, чтобы вам освежить в памяти. до 7 лет цель выжить, с 7 до 14 научиться всему, что знают и умеют взрослые, с 14 до 21 сепарироваться, освобождаться от влияния ближайших взрослых, с 21 до 28 найти свою стаю, с 28 до 35 построить финансовое благополучие, с 35 до 42 определиться со своей темой, с 42 до 49 служить людям, с 49 до 56 передавать свой опыт, с 56 до 64 научиться быть счастливым, с 64 до 70 освободиться от всех обязательств по отношению к людям, с 70 до 77 освободиться от обязательств по отношению к себе, с 77 до 85 освободиться от обязательств по отношению к Богу, с 85 до 92 выжить и с 92 и до бесконечности перейти в бессмертие. Насколько это понятно? Значит, что здесь важно? или если есть какие-то вопросы, то задайте ваши вопросы. Здесь что важно? Что если вы не выполнили цели предыдущего периода, вы не можете двигаться дальше. то есть, если вы не построили финансовое благополучие и вынуждены выживать и зарабатывать на свою жизнь, вы не можете достичь вершины мастерства, потому что вы привязаны к источнику денег. Вы не можете выбирать. соответственно, вы не можете учить кого-то, если вы не делали, если вы не служили людям, любая деятельность это служение людям. да, то есть, вы не можете передавать свой опыт, если вы людям не служили. Так, и своевременное достижение этих целей делает человека счастливым в продолжении всей его жизни. То есть, если вы вовремя выжили, если вы вовремя научились всему, что знают и умеют взрослые, если вы вовремя сепарировались, вовремя нашли своих, вовремя заработали денег, вы все это время будете счастливы. То есть, ну да, будут какие-то неприятности происходить время от времени, да, но в целом вы будете счастливы. И все несчастные люди, они несчастны из-за того, что не достигают своих целей, которые они должны достигать в нужное время. И более того, я сейчас странную мысль скажу, но она на самом деле мне кажется верна. Те произведения мирового искусства посвящены тому, что человек пытается достичь цели, не свойственные периоду его биологического возраста. Условно говоря, Ромео и Джульетта, да, они пытаются найти свою стаю, не научившись освобождаться от влияния ближайших взрослых. То есть, нужно сначала научиться освобождаться от их влияния, а потом уже искать своих. И вот эта история показывает нарушение этого порядка. Вопросы? Или если все понятно, напишите, что все понятно. Домашнее задание. Оценить выполнение целей предыдущих периодов. Посмотрите на эти периоды и спросите себя, выполнила ли я цели, которые нужно было выполнить по предыдущим периодам. И оценить соответствие вашей достойной цели в вашем текущем периоде. То есть, если вы не можете придумать цель, скорее всего, вы просто пытаетесь ее вписнуть в какой-то другой период. То есть, вы берете цель из какого-то другого периода. Что-то у меня чат завис. Сейчас я попробую там посмотреть. так, возможно ли одновременно параллельно проходить уровни? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. непонятен пункт про освободиться от обязательств по отношению к Богу. Каким образом? Я не знаю. Что, если не идешь в этом ритме, ибо вернулся в начало и с нуля строишь все в 30+. Ну, значит, что вы не сделали что-то из предыдущих уровней, условно говоря, вам 40 лет, а вы еще не умеете деньги зарабатывать. Значит, пока вы не научитесь деньги зарабатывать, у вас как бы ничего не будет. Вы так и будете там сидеть где-то там на этом самом. То есть, если вы все делаете правильно, по порядку, и научились учиться, и научились сепарироваться, и научились своих находить, и научились тему выбирать, и научились деньгами управления, грубо говоря, деньгами управления, ресурсами, давайте так, ресурсами управлять научились. Да, все, у вас как бы все нормально. То есть, скорее всего, чаще всего, какая проблема возникает. Да, то есть, человек сидит в 50 лет, денег нет, занимается нелюбимым делом, и как бы, и что делать? Да, семья еще разрушена, как правило. Что делать? Ну, вы пропустили предыдущие пункты, не научились своих искать. Да, что делать, если период не пройден? Проходить его. То есть, вы знаете, теперь, да, вот, смотрите, оцените, проходили вы это самое, проходили ли вы, так, передавать свой опыт не равно служение людям. Это близко, близко, но мне кажется, что это не обязательно так. Не обязательно так. Да, то есть, может, я думаю, что может, то есть, может быть, обучение людей, да, может быть, служением людям. Да, то есть, вот я служил людям, причем у меня это четко было очень отрефлексировано, я в какой-то момент понял просто, что да, я могу написать еще 10 сериалов для канала Россия, да, или для первого канала, да, но я больше пользы обществу принесу, если я выучу 50 сценаристов, которые напишут 50 сериалов, закладывать те смыслы, которым, те этические ориентиры, которые я закладываю своим ученикам. почти никто не говорит про эти возрастные группы. Никто не говорит про эти возрастные группы. То есть, этой периодизации нет. Да, то есть, я ее автор, Александр Молчанов разработал. Так что, если хотите, можете ее использовать со ссылкой на меня. Авторская методология. Так. Сейчас, может, жила. Да, что-то уже. рождение троих детей тормозит. Это то, Мария, то, о чем я сказал в самом начале, что действительно, это действительно есть такая проблема. Но в случае женщин есть некоторая компенсация. женщины, они вообще, они, во-первых, в целом умнее мужчин. Это, это просто, это биологически доказано. Мужики, они тупее, тупее, глупее, медленнее соображают, чем женщины. Вот. И второе, я мужчины, я, поскольку я сам в каком-то смысле мужчина, да, я думаю, что я имею право так говорить, и никто не будет на меня обижаться. Вот. Во-вторых, женщины, у них есть фора. Мне кажется, что женщины немножко быстрее это все проходит. То есть, вполне может быть, тоже, здесь надо смотреть, да, вполне может быть, что они могут быстрее, какие-то периоды могут быстрее пройти. И в них освобождаются вот эти, условно говоря, какие-то там, ну, давайте говорить, там, семь лет на то, чтобы вырастить детей. Ольга пишет, смотрю за родителями 85-90+, и понимаю, что да, все верно в ваши периоды. Ну, я говорю, что это гипотеза, да, то есть, когда я проживу, доживу, если до 92 лет, у меня план до 96 даже, если доживу, то могу сказать, да, так оно и было. ну, или скажу, ребята, оказалось, что все совсем не так. Такое тоже может быть. Так, Ольга пишет, пропустила период создания финансового фундамента, путешествовала, училась быть счастливой, и по факту мне 42, сейчас работаю по созданию фундамента, с любимыми делами все ок. Так, но ведь можно ускоренно наверстать непройденный этап. Да, совершенно верно. Я вам для этого это все и рассказываю, да, для того, чтобы вы увидели, ага, а где-то у меня вот тут недоработано, значит, мне нужно этот этап пройти ускоренно. И это может быть выбор своей темы. Вполне может быть. Я считаю, что вполне можно, да, могут быть такие ситуации, когда человек осознанно там в 60 лет говорит, так, блин, вот я дебил, мне надо было картины писать, да, но это должно быть так, что вы всю жизнь где-то там хотели что-то там пытались писать, рисовать, да, и у вас классно получалось, но вы не, то есть это не может быть так, что вдруг вы в 60 лет впервые берете кисти и начинаете писать, да, и не надо про бабушку Мозис мне рассказывать, да, потому что я уверен в том, что она на самом деле и до этого времени что-нибудь дорисовала. Вот. Ну, или недоработанный. общение с людьми недоработано, то есть если, например, вам там с мужиками не везет или с женщинами не везет, значит, недоработана вот эта методология нахождения своих людей, значит, надо ее идти в терапию, разбираться с этим, да, искать хорошего психолога и, соответственно, решать эту проблему. Да, нет людей, у которых это сразу идеально. именно поэтому у людей там первый брак, второй брак оказался счастливым. Да, то есть тоже была неудачная попытка, во время которой проходило некое обучение этому всему. служить людям может быть, может быть, служить людям без обучения людям. Не знаю. Еще раз говорю, ребят, вот только я рассказываю это гипотеза. Мне кажется, что так или иначе все равно человек начинает обучать других людей, даже если он думает, что он этого не делает. Да, то есть даже если человеку кажется, да, по Маккартни, условно говоря, да, он всю жизнь песни пел, но тем не менее был период, когда он занимался продюсированием, помните, я все время забываю девушку, которая спела роман с дорогой длинной, да, вот у него был период продюсирования, который он запускал, несколько звезд запустил. Да, мы его знаем как музыканта, но он в определенный период времени начал обучать других людей. Политики тоже, кажется, что они занимаются политикой, а на самом деле они занимаются обучением. Поэтому. очень хороший вопрос у Марии, рождение детей тоже служение, может быть служением, да, рождение детей, я считаю, что рождение детей может быть служением, вполне может быть. получается, что раз опоздал, то дальше можно не мучиться в смысле творчества. Тоже очень хороший вопрос. Я считаю так, то творчеством можно заниматься в любом возрасте. Другое дело, что вполне можно заниматься творчеством как функции организма. не пытаться это ставить, не пытаться на этом строить какую-то новую карьеру свою. Я на самом деле людям в возрасте советую так и делать. писать сценарии, то есть есть у вас есть деньги, есть инвестиции, есть какой-то доход более или менее пассивный, садитесь, пишите роман, садитесь, пишите пьесы, садитесь, пишите сценарий. Заработаете на этом? Отлично. Не заработаете? Ничего страшного. То есть я советую в таком случае задать себе вопрос, а стали бы вы писать, если бы вы знали, что вы никогда не заработаете на этом деньги, что вы никогда не получите признание, что вы будете писать, что называется, для себя. Если готовы, тогда почему нет? И в итоге может получиться так, что это то, что вы будете делать для того, чтобы быть счастливыми. Вот. Может ли быть признание в итоге? Да, может. Почему нет? Нет. Драматургия в этом смысле идеальная деятельность. Написание сценариев – идеальная деятельность. Потому что не бывает 80-летних поэтов, не бывает 80-летних прозаиков. Бывают 80-летние сценаристы. и отлично, отлично работают. 80-90 лет. Габрилович в 90 лет писал. А если наоборот, с 23 лет учила других людей, теперь надоело учить. Хочется высказываться письменно, невзирая на лица. Но вы все равно будете учить. Просто когда вы будете писать, вы будете учить своих людей, для которых вы будете писать. реально понимать, что жизнь зря прошла. Такое тоже бывает. Очень многие люди проживают свою жизнь зря. Именно потому, что проживают ее вслепую. Такое бывает. 90% людей проживают свою жизнь зря. Но это не значит, что надо жить зря дальше. Да, раз вы пришли сюда, значит, зачем-то вас в пленную сюда привела. Или Господь привел, если вы верующий, если вы религиозный. Значит, лучшее время для того, чтобы начать жить не зря, лучшее время это сейчас. Прямо сейчас. Перестать жить зря. И начать жить не зря. Да, вот, кстати, я так искусством занималась не ради денег, а потом продавалась. Да, кстати, так тоже бывает. Клинт Иствуд, тоже замечательный пример, кстати, с Клинтон Иствудом, который был актером и был, что называется, звездой номер один. то есть какое-то время я читал не помню какую-то нонфикшн какую-то книгу про голливудских боссов, и они говорили, что вот сидели за столом, типа, а кто звезда номер один? Все сказали, клиент и студия. А потом начал снимать кино, как режиссер. Ему уже сколько? 180 лет, по-моему, 250, сколько-то ему под 90, или за 90. И он последние 20 лет каждый год снимает по фильму минимум, и один лучше другого. Замечательно. Причем, я думаю, что он, когда он снимает эти фильмы, он не ставит задачи заработать деньги. Я думаю, что он просто снимает их в свое удовольствие, просто потому, что ему нравится. И нормально. То есть, он все финансовые проблемы свои решил давным-давно, еще в 60-е. Закрыл все вопросы финансовые. И в свое удовольствие человек решил себе создать еще одну карьеру. Я думаю, что он снимает кино для себя. Делать из творчества карьеру вообще плохая идея. Я понимаю ваш вопрос, но здесь я бы сказал так, надо разобраться, что такое творчество. То есть, очень часто люди путают творчество и какие-то непродуктивные модели, которые не работают. И говорят, что если ты занимаешься творчеством, значит, ты должен делать вот это. то есть, если ты занимаешься творчеством, ты должен жить в мансарде, писать стихи, их на обертках от счетов неоплаченных на обратной стороне, и эти стихи сонеты писать, и их должен никто не читать. Проститутки должны. Только проституткам ты их должен читать, и после своей смерти тебя через сто лет ты должен прославиться. Большинство людей, которые занимались такой деятельностью, никто их не знает и не помнит. А сочинением стихов опять же можно сочинять стихи и публиковать их в литературных журналах, которые никто не читает, даже редакторы этих журналов. И думать, что вы занимаете вот это творчество. То есть вы берете какую-то непродуктивную модель, модель, которая была продуктивной в середине 19 века, и вы ее проецируете на сейчас. А можно писать стихи и читать хип-хоп. Выходить на сцену и Кайни Уэст. Кто сегодня самый знаменитый поэт в мире? Кайни Уэст. Человек, который пишет стихи и сочиняет музыку. И читает свои стихи на публике. Хороший ли он поэт? По крайней мере, он самый знаменитый поэт в мире сегодня. Другого такого знаменитого поэта нет. поэтому смотрите как бы да, я считаю, что нужно искать сочетание творчества и деятельностью, которая будет получать максимальный отклик в обществе. то есть писать на то, что потом через кто-то через сто лет вас прочитают, я думаю, что это бессмысленное занятие. Через сто лет читают только тех, кого и при жизни читают. Эсхилла и при жизни ставили. Пушкин и при жизни был известным поэтом. Поэтому нужно искать тот вариант творчества, который будет получать максимальный отклик в обществе. Потому что только в этом случае вы будете получать опыт взаимодействия с обществом. И соответственно в случае если драматургией вы занимаетесь, я считаю, что надо писать сериал. просто выбор телесериал это сегодня главная нарративная искусство. Потому что все смотрят телесериалы. Так, занимаюсь психологией с любовью, но хочу еще на этом и зарабатывать. Тоже такая нормальная ситуация, когда вы сначала тестируете, проверяете, приобретаете экспертность и только потом начинаете зарабатывать. Например, сценарная мастерская вот 1 декабря в этом году нашей сценарной мастерской исполнится 15 лет. 15 лет существует сценарная мастерская Александра Молчанова. Первый курс 2008 год, 1 декабря 2008 года начался первый курс. В ЖЖ я его проводил, онлайн курс, он длился 7 месяцев и до сих пор есть люди, которые учились на том курсе и стали сценаристами. Анна Донатова, например. Первые деньги декабря 2008 и первые деньги я получил в сентябре 2014 года. То есть считайте, 6 лет прошло. За это время я год учил бесплатно, 10 человек отобрал и выучил, год отучил, выпустил курс ребят тоже. Володя Патрамеев, НТВ-шный сценарист очень хороший, Алжаз Жанайдаров, может быть, слышали, драматург очень известный. То есть оттуда куча, вот все ребята, которые первая наша мастерская 10 человек было, все стали известными. Да, будет юбилей, подождем, поздравят, может, министр культуры хотя бы поздравит нашу мастерскую, хотя вряд ли. Я стараюсь между струйками пробегать, чтобы не встраиваться ни в какие официальные отношения в официальной структуре. Хорошо, друзья мои, большое вам спасибо за вопросы, большое вам спасибо за вашу работу, вы, мне кажется, большие молодцы. Я с радостью, каждую неделю с радостью к вам прихожу, рад видеть ваши вопросы, рад видеть ваши комментарии, рад видеть ваши улыбки. И домашнее задание понятно, надеюсь, оценить свою жизнь с точки зрения этой периодизации, посмотреть на цели на своей, и увидимся на следующей неделе. Да, и через 13.25, через 35 минут мы здесь же встретимся на онлайн-курсе телесериал «Начало». Это такой вступительный подготовительный курс перед курсом в нашей сценарной мастерской. Это курс бесплатный, а дальше какое-то количество участников. У нас уже идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала, поэтому если кто-то хочет учиться в нашей мастерской сценарной, давайте бегом-бегом скорее присоединяйтесь и будем писать сценарий. Очень люблю курс сериальный, он такой производственный, практически и производственный. Так что давайте. Если кто-то хочет заниматься творчеством и получать за это деньги, вот единственный способ заниматься писательством и получать за это действительно, действительно настоящие деньги, не такие деньги, которые обычно писатели получают, а вот настоящие деньги, вот это сценаристиками заниматься. Хорошо, да, ссылки у вас все перед глазами. И следующий урок у нас в следующий понедельник. Не забывайте выставлять фоточки свои с улыбками и не забывайте каждый вечер писать отчеты, что вас радует. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok